В Ивановской области возрождают уникальное народное объединение, существовавшее на Руси в 16-17 веках. Речь идет о таком выборном органе, как Земский собор. Историки и краеведы полагают, что это общественное объединение, сформированное в наши дни, позволит усилить взаимодействие власти и народа, а также даст толчок к решению наболевших проблем региона. Первый Земский собор решено провести сегодня в Центре культуры и отдыха. Пенсионеры – врачи, учителя, инвалиды. Люди, которым не безразличны проблемы региона, собрались, чтобы еще раз высказать то, что наболело, и быть услышанными. Ведь существующие на данный момент общественные институты не хотят или не справляются с возложенной на них задачей посредничества между обществом и властью. Общественная палата представляет институты гражданского общества. Последние социологические опросы говорят, что в целом люди не очень доверяют общественным организациям. Безусловно, они должны быть представлены, они формируют свое мнение. Наша общественная палата достаточно активно работает, но на сегодняшний день, к сожалению, она не выполняет роли прямой связи с населением. Инициаторы создания собора подчеркивают, что основное отличие этого органа в том, что он станет площадкой для дискуссии между простыми людьми и власть-предержащими. Дискуссии без бумажной волокиты и бюрократии. Все диалоги будут проходить лицом к лицу, прямо и честно. Символ нашего общественного движения – две руки, рукопожатие. Мы не противопоставляем себя никому. Мы готовы работать со всеми – и с общественной палатой, и с общественными советами, с общественными движениями и организациями. Потому что мы собираемся весь земли Ивановской, и мы верим, что всем миром можно решить все проблемы. Вновь обсудить публично решили те проблемы, которые были подняты в последние несколько месяцев на земских районных сходах. Это и сохранение исторического облика шуи и гибель озер в Южском районе. Тема особого внимания общественников – барьерная в реальности и безбарьерная на бумаге. Так называемая доступная среда для инвалидов. Это очень объемлющая, всеобъемлющая проблема. Безбарьерные среды. Это не просто панту, это не просто пешеходный переход. Это любой момент в жизни человека. То ли это образование, то ли это медицина, то ли это культура. Мы везде практически лишены. Мы уже не один раз поднимали под любыми организациями, и общественными, и уполномоченные по правам человека, и перед общественной палатой. Уж не говоря о том, что администрация города, городская дума, правительство, областная дума. Пока решения очень медленно принимаются. И очень, знаете, как-то, можно сказать, некачественно. Вот чтобы нам изменить качество жизни, вот эти проблемы решаются некачественно. Активизацию деятельности Земского собора многие приписывают предстоящим выборам. Но и на это есть ответ. Выбор – это всегда некое идет инициирование активности. Люди всегда возбуждаются, у людей появляются надежды. То есть этого исключать нельзя. И надо сказать, что это нормально. Это во всех странах, во всех странах, во всех государствах власть накануне выборов нуждается в поддержке. Проявить гражданскую позицию общественники решили, предложив губернатору региона свою кандидатуру в депутаты областной думы. Человека, который смог бы занять освободившиеся в избирательных списках место Телмана Феррояна. Выбор пал на Александра Шерстова, заведующего отделением Кохомской детской поликлиники и заслуженного врача России. Я готов взять еще дополнительные обязанности, которые будут еще раз сложиться. Двойной нагрузкой, может, не обкрою, аж моральной. И постараюсь все для Кохмы сделать. Я 41 год отработал в Кохме. В завершении встречи участники Земского собора приняли резолюцию, содержащую ряд предложений для чиновников. Среди них – введение в регионе должности уполномоченного по правам инвалидов и введение общественного контроля над экологической обстановкой в Юже. Глава региона, присутствующий на встрече, выразил надежду, что Земский собор положит начало дальнейшего конструктивного диалога и по другим обсуждаемым проблемам.